хай ого с вами шмите мы продолжаем родить игру под названием шелку так сразу настройки как обычно мы с вами возвращаем чтобы я играл не в окошечке а в полном экране мы стали большим папочкам у нас еще не хватает одной вещи а это голоса почему отвратительные я слышу большого папочку но я надеюсь он не тут куда я иду так условно а так у меня опять если ты станешь таким жестяным человеком то потом сможешь вернуться обратно немка готовит свою выставку франкенстейнов и ты там первой на очереди плевать а вот теперь у нас есть большой папочка готов но тогда отправляйся искать маленьких сестричек на испытательном полигоне я заметил их сразу что они мои типы пока не пошел стричка давайте следуем дальше что этот есть авто сломщик есть блин еще боеприпасов наверное чуял недоброе я запер все это рядом защитными лабораториями и поставил код 1921 хотя не думаю что это нам понадобится как только большой папочка будет готов против него никто не осмелится выступать ну как тебе сказать я уже туда залез через систему ладно нет я поставлю все-таки звуки игры ну речи а 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 х к а а тоже плохо может почти все улучшили я не вижу типа типа потом на боссе попробую но мне кажется на боссе я сразу начну использовать их рантомет потом уже все остальное потом уж все остальное ты хорош, ты колизей, ты, ты хорош, ты лубр музей то что я уже могу ваншотить его руками это уже неплохо для меня на самом деле ты думал я тебя не заметил не бесит что они как-то сами спавнятся а это мы звук такой сдаем как ты мне надоел да я туда и он все мужчин заводит их потенция, ну же мне кажется так вообще не должно быть тебе надо выманить их из укрытия и тогда они пропустят тебя в дверь давай стукни по люку гаечным ключом я защищать ее должен на туре я должен их защищать у нее хп есть е-мое это плохо испытательный полигон испытательный полигон для больших папочек мальчики отведут тебя к фантазе а точно я должны защищать ладно следуем все остальное потом не копайтесь мистер Би ангелы не ждут капуш быстрее быстрее мистер Бауэллс ангелы ждут наших поцелуев ох бедные мои 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 О, мой несчастный! Ну давай, пацаны! Пацаны, мистер Би! Быстрее, мистер Баблз! Давай, Би-Би! Бейте, мистер Би! Бейте! Быстрее, мистер Би! Я вижу, как ангелы танцуют на небе! Смотрите, мистер Баблз! Посмотри на них! Даже хотя физически им больше не нужно заниматься сбором, ментальные пуды сушенга все еще действуют и заставляют их выполнять эту ужасную работу! Эти гэхи нам никогда не искупите! Скопайтесь, мистер Би-Би! Ангелы не ждут капушек! Как ты пробежал? Я люблю собирать Аблз! Это делает меня не такой, как все! Быстрее, мистер Би! Ангелы ждут наших поцелуев! Него! Я хорошая девочка, мистер Би! Живей, живей, мистер Би! Живей, мистер Би! А, в смысле, она убежала уже? Почему бомбы не срабатывают? Моя теперь! Не копайтесь, мистер Би! Они своими скорами наверняка привлекут мутантов! Ангелы не ждут капушек! Это был красивый ангел! Шесть и два! Это лимон! Шесть и два! Это лимон! Аблз! Аблз! Быстрее, мистер Би! Ангелы ждут наших поцелуев! Живей, живей, мистер Би! Нельзя терять время! Не, все-таки взорваются! Быстрее, мистер Би! Ангелы ждут наших поцелуев! Окей, пошли! Быстрее, мистер Би! Я вижу, как ангелы танцуют на небе! Аблз! Теперь мы... Зачем с сестричкой? Это ж не будет битва против Большого Павлача? Живей, живей, мистер Би! Нельзя терять время Атласа и Паразитов! Восторг! Нападим! Восторг! Быстрее! Быстрее, мистер Баблз! Не копайтесь, мистер Би! Ангелы не ждут капушек! Короче, я только что просрал, да? Быстрее, мистер Би! Окей! Ждут наших поцелуев! Давай, давай, идем! Идем! Не знаю почему, не буду. Никогда не взыкал, пока был там внизу, в Аквариуме. Говорил себе, что не годится смешивать работу и удовольствие, но, ого, к черту все порошки и паркетные клейки, я на них зря как время. А если ждут как ни штуковина, просто райское молочко. Живей, живей, мистер Би, нельзя терять время. Ты простая, маленькая девчонка, слишком простая. Быстрее, мистер Би, ангелы, ждут наших поцелулов. Зашибись, а только что славал, славал. О, мистер Би, мы выиграли большой третий. Пора идти, мистер Би. Кирилл, печаль не выйдет, мистер Би. Быстрее, мистер Би. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Не копайтесь, мистер Би. Ангелы не ждут того. Это тангел, как будто танцует. Все? Живей, живей, мистер Би. Нельзя терять время. Да, я могу подождать, я уже столько... Ладно, идемте вперед. Быстрее, мистер Би. Да, в костюме я бессмертный. Как ангелы танцуют на небе. Пора пить его на кусочки. Ангелы ждут наших поцелуев. Ты больной? Пусть уж лучше девочки будут с тобой. Лучше с тобой, чем в одиночестве. Одни в пугающей темноте. Быстрее, быстрее, мистер Би. Пора идти, мистер Би. Да, мы идем-идем. Так, сколько мы уже прошли? О, так мы уже с вами этот считайте прошли все. Только не знаю, где мы сейчас находимся именно на карте. Живи, живи, мистер Би. Нельзя терять время. Быстрее, мистер Би. Ангелы ждут наших поцелуев. Болен дупых работяг и бумажных грыз. Но мне нужно больше. Больше. Хочу взять столько. Насколько меня хватит. Пора идти, мистер Би. Мне интересно, а... А если с арбалета стрелять? Не смейте, мистер Би. Не паразит. Ангелы не ждут. А что так... А, все? Быстрее, мистер Би. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Так, используй иглу сестричек, чтобы выжать весь адом у Фонтейна. Это единственный способ справиться с ним. Окей. Фонтейн ждет наверху. Пути назад нет. Так что будь уверен, что готов разделаться с ним, прежде чем двинуться дальше. Тогда заряжу самое жесткое. Поехали. Фонтейн. Я зарядил все самое лучшее в оружии. Но, конечно, я еще не знаю, какой будет босс. Ну, я знаю, ладно, какой будет босс. Начнем, думаю, с пулемета. Помню, как мы с немкой запихнули тебя в подлодку. Тебе года два было. Ты был моим тусом в рукаве. И одновременно был мне почти как сын. Вот почему это так больно. Предательство, малыш. Жизнь. Это не только бизнес. О, да. Идет сохранение, пожалуйста, не включайте компьютер. Так, подожди, подожди, подожди. Я под вырубаю. Подожди, минуту, а потом я тебя на наживку порежу. Ты думаешь, я один в этом мире? У меня хватит... Ту-ту-ту-ту-ту-у. Промил, чтобы прикрыть спину, пока я подзаряжаюсь. Браво! Сейчас отдышусь. Потом я тебя закопаю. Ты же один в этом мире? У меня хватит. Ты что заплатил? Это всё? Нет. Это самый жёсткий. Нет. Электрический день самый жёсткий. Я тебя создал. Я отправил тебя наверх. Потом вернул тебя, показал тебе, кто ты есть и на что ты способен. Даже та жизнь, которую ты считал своей, это я её сочинил и вложил тебе в голову. Но если ты не скажешь, что это не семья, то я не знаю, что это такое. А теперь... Давай, давай! Злой дядя забрал моего ангела. Злой дядя ушёл. Он плохой. А-а-а-а! Плохой дядя! А-а-а! А-а-а! Плохой дядя, плохой! Убил, убил! Они предложили тебе свой город. И ты отказался. Что же ты выбрал? То, чего они ждали от тебя. Ты спас их. Ты дал им то, что у них похитили. Ты дал им шанс. Возможность учиться. Найти любовь. Жить. И что ты получил в награду? Ты так и не сказал. Но я догадываюсь. Ты обрёл семью. Вот знаете... Вот я уже просто проходил, я просто знаю, что там было. Но всё равно растрогало меня. Ну, типа... Мы спасли девочек. Всё. А плохой концовкой я даже не знаю. Я даже не видел её. Ну, скорее всего... Мы бы стали с идеей, что ли. Либо нас бы просто убил этот мужик. Как вариант. Да, боссы... Вы бы сами поняли, очень лёгкие. Потому что мы всё прокачали, что возможно. Поэтому он так быстро улетел. Нирван. Особенно электрический гель. Оказывается, просто убивает. Ну, если оценивать финальную битву. Если бы вообще на очень сложном уровне я бы играл. Скорее всего, как бы всё происходило. Мы с вами... Заморажим его. Потом мы с вами... Просто атакуем его. Заморажим, атакуем, заморажим, атакуем, убиваем. У него, как было видно, четыре стадии. Ну, первую мы сразу втыкиваем. Потом он электрический. Ой, что воду попить? Первая была огненная. Потом электрическая. И последняя была... Чёрно-дырная. Потому что он начал чёрную дыру создавать в руках. Я это видел. Так же... Ладно, давайте начнём с плюсов. Хороший сюжет. С даже неожиданными моментами. То, что у нас челик Атлас, который, да, всё постоянно время нам говорил. Гаврил, это... Фон... Не Фонтей, как его... Ну, вы поняли. Короче, финальный босс. Нас обманывали. Фонтей не главный злодей оказался. То есть, мы даже с вами... Ну, это сюжет, короче. Плюс сюжет. Пугач атмосфера, да. То есть, именно атмосфера играет вот этого подводного мира. Всё затоплено, всё разрушено. Тоже плюс. Также нам дали уже поиграть именно в образе большого папочки. Это три. Есть вторая часть, она полностью посвящена то, что мы играем за большого папочки. Ну, скорее всего, поиграем, не знаю, посмотрю. Это три. Так, потом у нас идёт... Большая разновидность оружия. И, знаете, более-менее скрытная прокачка персонажа. Это четыре. Есть секретные места, где мы изучаем сюжет. Также по аудиозаписям. Да, только не только сюжет, но ещё по чём-то. Это пять. Ну... Разновидность врагов, понятное дело. Ну, ладно, она не такой большой, но всё равно. Не однотипные у нас были локации. То есть, у нас были какие-то леса. Просто пещеры. Какие-то затопленные места. Знаете, более-менее разнообразие придумали для вот такого вот момента. Тоже плюс. Из минусов, наверное, я... Именно игре. Именно игре. Это то, что постоянно слетают настройки. Минус. К минусу, может быть, отнести. Это... Бывают... Объекты, которые мы толкаем, да? Которые улетают. Ну, там немножечко 30-ти кадровая херня происходит. Это два. Ну, всё, наверное, я больше не знаю. А, и точно, ещё к плюсу я отнёс бы две концовки. То есть, хорошие, если бы мы только убивали девочек ради Атома. И хорошие, это вот те, которые у нас. Поэтому, ребятки, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Нас ещё ожидает... Биошок 2. Биошок... Инфинити. И в Биошок Инфинити есть долтель, который называется... Биошок... Опен, что-то-то там. Где мы с вами возвращаемся... Во... Восторг. Поэтому, как-то так, ребят. Всем пока. Всем пока.